Шрила Прабхупада в новой Двараке Следующий фильм представляет собой собрание всех имеющихся кинокадров, запечатлевших визит Шрилы Прабхупады в новую Двараку с 1971 по 1976 годы. Музыкальное сопровождение к этому фильму было составлено из произведений разных вайшнаов, любезно давших на это свое согласие. Кроме слов Шрилы Прабхупады, продюсер этого фильма предпочел использовать музыку исключительно в качестве фонового сопровождения для лучшего восприятия игр и деяний чистого преданного господа. Режиссер фильма выражает особую благодарность Чьеду Барипрабу и Вишак Химатаджи, отснявших большую часть материала. Большое спасибо всем преданным, предоставившим дополнительные материалы. Новую Двараку, Лос-Анджелес. Шрилы Прабхупада считал всемирный штаб квартиры Искон. В общей сложности здесь, в Лос-Анджелесе, он провел больше времени, чем в каком-либо другом месте за пределами Индии. Шрилы Прабхупада, вне всякого сомнения, доволен той заботой, которая оказывается божеством Шиши и Рукмине Дваракадиши. Этот храм продолжает быть флагманом в традиции поклонения божествам в Искон. Прибытие Шрилы Прабхупада в Лос-Анджелес, 1970 год. Шрилы Прабхупада, вне всякого сомнения, Шрилы Прабхупада, вне всякого сомнения, Шрилы Прабхупада, вне всякого сомнения, Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как в 1971 году Шила Парупада покинул Лос-Анджелес, в храме, в соответствии с данными им указаниями, были установлены божества Шиши Рукмени Двара Катиши. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наше движение очень простое, поскольку нам не нужно ничего выдумывать. Мы просто повторяем слова и наставления, данные предшественникам. Кришна дал наставление Брахме, Брахма Нараде, Нарада передал их Вьясадеве, Вьясадеве, Мадвачаре, затем точно так же Мадхавендрапури, Ишварапури, Шичайтани Махапрабху, затем Шесть Госвами. Затем Шиневаса Чарья, Кавирадж Гасвами, Наратамдастакур, Мишванат Чикраварти, Джаганатдастбабаджи, Бхактивиноттакур, Горкишардасбабаджи, Бхактиситхандасарасвати. И мы делаем то же самое. Нет никакой разницы. Такова традиция движения сознания Кришны. Мы каждый день поем Очень просто. Мы получаем трансцендентное знание в преемственности Гуру Парампары. И нам нужно лишь просто получить наставление Гуру, и если мы будем выполнять их всем сердцем, то в этом и заключается успех. Это практично. У меня нет личной квалификации, но я просто пытался удовлетворить своего Гуру. Мой Гуру Махарадж попросил меня, если у тебя появятся какие-то деньги, печатай книги. У нас была личная встреча. Там было несколько моих духовных братьев. Это было на Радхакунде. Гуру Махарадж говорил мне, с тех пор, как мы построили этот мраморный храм в Бхагбазаре, начались разные склоки. Все только и думают о том, чтобы делить между собой комнаты. Поэтому я хочу продать этот храм с мрамором и напечатать книги. Да. Я понял, что он очень любит книги. И он сказал мне сам об этом. Если у тебя будут деньги, печатай книги. Поэтому я так подчеркиваю это. Где книги? Где книги? Где книги? Пожалуйста, помогите мне. Такова моя просьба. Печатайте как можно больше книг на всевозможных языках и распространяйте их по всему миру. Тогда движение сознания Кришны само собой разрастется. Сейчас образованные ученые ценят наши движения, читая книги, наблюдая практические результаты. Доктор Стильсон Джуда написал одну книгу, возможно, вы знаете. «Хария Кришна и контркультура». Это очень хорошая книга о нашем движении. И он понимает важность. Он признал, «Свамиджи, вы сделали удивительное дело для служения человечеству. Только живой человек может проповедовать, мертвый не может проповедовать. Ты должен проповедовать послание Господа, читание по всему миру. Если у тебя будут деньги, печатай книги, и ты увидишь, как любовь Кришни распространится по всему миру». Они распространяют слухи, что эти американские предные агенты ЦРУ. Эта пропаганда сейчас очень широко распространяется в Индии. Они настраивают людей против этих американских парней и проповедников. Вы можете дать ему одну книгу. «Научная основа». Сверопадамадары, да, можно дать ему одну. Доктор Герсон пообещал, что он прочитает каждую вашу книгу, перед тем, как написать свою. Он серьезно устроен. Это очень мило с его стороны, но у нас около 50 книг. Он знает. И количество растет. Возможно, через два месяца выйдут еще 17 книг. Еще 17 книг ждут публикации. Эти тесты показывают, что когда один человек сначала пришел, он употреблял наркотики, делал глупости, и сейчас, когда он принял сознание Кришны, он стал здоровой и целостной личностью. Таков тест. Это по-настоящему доказывает. Откуда у нас появилось столько преданных из среды хиппи? Как же они смогли оставить все свои дурные привычки? Это еще раз подтверждает, что метод работы, цель этого теста – показать, как происходит эта перемена, и показать так, чтобы другие ученые приняли это. Такова его цель. Это хорошо. Образованные люди уже признали это, поэтому их это привлекает. Я хотел бы показать им путь, чтобы их не обманывали больше, при условии, что вы знаете путь. Я пытаюсь научиться. Итак, прежде всего, научитесь этому. В противном случае, вы будете обманывать. Если вы не знакомы с методом, и хотите принести пользу другим, то это обман. Предположим, врач, который не знает науки врачевания, и при этом он хочет лечить. Это обман? Шарлатан? Я надеюсь, что благодаря исследованию, которое я проделываю с преданными, и благодаря книге, которая выйдет в результате, я надеюсь, что это поможет предным не становиться жертвой обмана и увидеть правильный путь. Да. Он советует своим пациентам повторять Харе Кришна, и приходить в храм. Тогда он хороший. Тогда вы наш друг. Я также хотел посетить Гурукулу, протестировать детей и показать, что передача NBC просто ложь и несправедливость. По телевидению они показали очень плохой фильм о Гурукуле. Да, они обманщики. Они хотят обмануть и сделать деньги. Поскольку все так называемое человеческое общество — это сборище обманщиков и обманутых. Поэтому всякий, кто действует без сознания Кришны, обманщик. И тот, кто считает, что достиг высот без сознания Кришны, это обманщик. Это основной принцип. Субтитры создавал DimaTorzok Ирина Кришны, Они также говорят, что никто не может быть чистым, что в конечном счете все обречены быть грешниками. Это Атмаван Маняте Джагат. Таково положение обусловленной души. Если оно глупое, то думают, что и другие такие же. Все так думают. Он такой же, как я. Такова природа. Атмаван Маняте Джагат. Каждый судит о других по себе. Если он глупец, то думает, что все дураки. Поэтому это не аргумент. Никто не видел Бога. Откуда у вас такие данные? Вы можете сказать такое? Привести статистику, которой нет ни у кого. Может быть, вы не видели того, кто видел Бога? Это вполне возможно. Поскольку вы же не проводили тщательно опросы всех людей на земле. Тогда как же вы можете заявить, что его никто не видел? Это вы не видели того человека, который видел его. Но он не согласится со своей ошибкой. Он будет обвинять других. Почему? Вы, может быть, и не видели, но почему вы говорите, что никто не видел Бога? Вы не видели человека, который видел Бога. Поэтому вы так говорите. Итак, те люди, которые написали Библию, никогда не видели Бога. То есть, когда Бог говорит, вот я, Кришна, они этого не увидят. Но по-прежнему они будут обвинять. Никто не видел Бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дурги Дурги И форму Бога Солнца Это называется Панчапасана Но Дакша хотел поклоняться не той воображаемой форме но в высшей форме Господа, Кришне. Эти деньги платит мне книжный трест, но это мои деньги, не ваши. Я плачу вам. Деньги просто были посланы через вас переводом. Но на самом деле книжный трест мне не платит. Нет. Так каков же счет? Вы кладете на счет Ачеба Ктивиданте Сфами. Я написал это как перевод, поскольку Ваша Божественная Милость сказали мне, что Вы дадите мне заверенные чеки. Но я могу сделать это по-другому. Если Вы не хотите закладывать чеки через нас, то я могу написать это как пожертвование на какой-нибудь проект в Индии. Для чего бы деньги не использовались, я просто могу написать это как пожертвование. Пожертвование — это хорошо. Но Вы не жертвуете, а берете только если Вы хотите. Ты должен предоставить мне сведения, если не за несколько месяцев, то, по крайней мере, за этот месяц. Сколько пришло на счет, как это тратилось и каков остаток? На этом счету в Индии? Нет, нет. Каждый месяц предоставляй мне отчет. От BBT? Да. Сколько это получили, сколько это потратили. О, да, я могу это делать. Каждый месяц. Каждый месяц. Нет проблем. Я уже это делаю. Я посылаю подробный отчет Бхагавана и Хамсадуте каждый месяц. Ты можешь мне посылать одну копию? Да. Я не делал этого раньше, потому что не хотел беспокоить Вас разными деталями. Ничего страшного. Дай мне это. Я также смогу ввести записи, чтобы ты для перечисления мог получать чек. Это нормально? Да. Я даю это для BBT. И ты? Мы действуем, как ваш банк. Мы действуем, как ваш банк. Да, правильно. Так будет хорошо. Продолжение следует... 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 То есть, тем временем, деньги не будут направляться для строительства в Майпуре. Мы пустим их на печатание книг. Майпур уже взял у меня полтора лакха. Гопал Кришна в Индии попросил, чтобы BBT дал им займ 160 тысяч долларов. Куда? В Индии, во время этого Майпурского фестиваля, он попросил суду от американского BBT на 160 тысяч долларов, которые пустят на строительство второго жилого здания. А как он будет расплачиваться? Его план таков. Американские храмы будут покупать комнаты, и за период 4-5 лет они выплатят эти деньги. Ваша Божественная Милость по-прежнему одобряет это? Да, я не возражаю. Но единственный нюанс, нам придется задержать выдачу денег, поскольку в течение следующих трех месяцев все наши деньги пойдут на печатание 17 книг, прежде всего книги, затем суды. Мы не можем задерживать печать, это недопустимо. Об этом вы должны всегда помнить. Мы не собираемся. Лишние деньги мы выплатим, но не за счет остановки печати. Вы всегда должны придерживаться этого. Когда вам нужны деньги для печати, не может быть и речи о суде для храма. Таков должен быть наш принцип. Махаре-Кришна, Ре-Кришна, Ре-Кришна, Ре-Харе Махаре-Рама, Ре-Рама, Ра-Махаре-Рама Это наш девиз. Кришна — солнце. Когда есть солнце, Кришна, все эти светлячки, им приходит конец. Пусть ваше солнце всегда светит. Тогда этим светлячкам придет конец. Один этот сик, Бхаджин, Йоги Бхаджин, он приходил и пригласил меня. В самом деле, на Гавайях? Да, он пришел в наш храм несколько дней назад на Арати. У него много последователей. Он пришел, чтобы пригласить меня. Но я вежливо отказался. Если вы теологи, то вы должны знать, кто такой Бог, и следовать Его указаниям. Что вы думаете, доктор Джуда? Простите? Что вы думаете об этом предложении? Да, я думаю... Вы вполне правы, я думаю, что, несомненно, в наше время многие из нас по-настоящему не знают Бога. Тогда он не теолог. Он теософ. Мы знаем о Боге, но мы не знаем Бога. Я вполне согласен. Тогда это теософ. Теософы думают, что есть нечто высшее, но они только ищут это высшее. Так же, как мальчик знает, у меня есть отец, но кто мой отец, этого я не знаю. Для этого нужно спросить мать. Сам он не может понять этого. Итак, наше предложение, если вы не знаете, кто такой Бог, то вот Он, Бог, Кришна. Почему бы вам не принять Его? Вы прежде всего не знаете. Если я говорю, вот Он, Бог, тогда почему бы вам не принять Его? Каков ответ? Мы представляем вам Бога. Вот Он, Бог. Я полагаю, одна из явных проблем многих людей старого поколения в том, что мы следуем определенному образу жизни, и тогда вы не серьезны. Очень трудно поменять. Это большая проблема. Тогда вы не серьезно относитесь к этому. Поэтому Кришна говорит, вы должны оставить. Если вы не готовы оставить, тогда вы не можете принять Бога. Я думаю, вы немного несправедливы к доктору Гросли. Я думаю, то, что вы говорите верно, что самое важное, что мы можем сделать, это искать и знать Бога. Но я не думаю, что правильно будет говорить, что это плохо изучать то, как другие люди или как человек. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что если вы серьезно относитесь к Богу, то вот он, Бог. Для этого университета части и существует изучать то, что думают люди о разных материях. Нет, это хорошо. Я уже сказал, когда вы заняты поиском, если вы находите это, то почему вы не принимаете? Верите ли вы в то, что Христос сказал, что Кришна, Его Отец? Имя может быть другим, как, например, в нашей стране мы называем этот цветок своим именем. Вы же называете его по-другому, но тема остается той же. имя может быть другим. Вы можете это назвать другим именем, но Бог один. Не может быть двух богов. Вы можете называть его другим именем, это другой вопрос, но Бог один. Не может быть двух богов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok